Приветствую всех, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 5 мая 2024 года, прекрасный воскресный день. И посмотрим, как мы сегодня отмечаем Пасху. Я нахожусь на Оболотской набережной возле Свято-Покровского собора. Обязательно посмотрим этот потрясающий собор внутри и окунемся в нашу обычную пасхальную, пасхальное воскресенье. Пишите в комментариях, как вы провели этот потрясающий день. Христос Воскресе, как говорится. И сегодня мы верим в победу добра над злом и жизни над смертью. Обязательно сейчас все посмотрим. Видим очень большое количество народу возле собора. С утра у нас было довольно прохладно, поэтому многие люди в курточках. Я тоже. Многие люди покупают свечи. Давайте подойдем, посмотрим на стоимость. Здравствуйте, а сколько свечи стоит? 15 и 35. 15 и 35. Очень большое количество народу. Люди собираются, положили свои корзинки со всякими вкусностями и ждут, пока подойдет к ним священник, чтобы посвятить пасочке. Священник там далеко находится. Обойдет вот этот весь храм потрясающий и вернется сюда. Тоже сейчас жду. Поставлю корзиночку свою, зажжу свечу. У меня сегодня слишком много чего-то нет. Это вот взял только пару куличиков и коробку конфет подарочную. Зажег свечу. И сейчас вот ждем, пока подойдет священник святить. У многих людей колбаски вот такие интересные. У кого-то вино, как вор. В общем, у каждого свое. Смотрите, как там сильно поливают людей. Смотрите, просто. Да, сейчас и мне это предстоит. Предстоит. Ой, Христос воскресе! Христос воскресе! Во истину воскресе! Во истину воскресе! Ой, полили меня. Душевный священник, да. Душевный, хороший такой священник. Спасибо Господи, спасибо Святому! Спасибо Господи! Дай Бог здоровья всем! Счастья, верное небо! Спасибо Господи! Во истину воскресе! Сейчас у нас с вами будет уникальная возможность побывать в Свято-Покровском соборе. Он был возведен в 2010 году. Потрясающее сооружение, очень красиво. Его открывают только по большим праздникам, таким как Пасха, Крещение и другие. Давайте зайдем внутрь. Счастья, верное небо! Продолжение следует... Продолжение следует... И вот такой Свято-Покровский собор внутри. Нам представилась уникальная возможность побывать тут. Конечно, он находится в процессе постройки, потому что он был возведен относительно недавно, в 2010 году. И, видите, потихоньку его строят. Давайте еще с вами зайдем в Покровскую церковь, посмотрим, как там внутри. Тоже, я думаю, будет многим интересно. Видим, все люди фотографируются, счастливые, радостные, вот идут домой. Потому что многие с утра еще не кушали, а кто соблюдал пост, то это уже будет большая радость для людей, которые держались. Здесь не срывались во время поста, но сегодня им представится такая потрясающая возможность разговиться, как говорится. Заходим с вами в Покровскую церковь и посмотрим, как же у нас тут внутри. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас. Побывали с вами в храме, в соборе. И давайте пройдемся, посмотрим на нашу атмосферу праздничную. Видим люди очень все разные, но всех объединяет одно. Это радость за воскресение Христово и хорошее настроение. Сегодня, извиняюсь за голос, дорогие друзья, я, к сожалению, немножко приболевший. Поэтому стараюсь держать определенную дистанцию от людей, не подходить близко. Вчера у меня была температура целый день, вообще лежал, не мог даже встать с кровати. Но сегодня, слава богу, получше. Вот не могу сказать, что я выздоровел. Все же горло, насморк, но температуры, слава богу, уже нет. Поэтому, кто переживал за меня, то спасибо вам большое. Вашими молитвами, как говорится, мне уже легче. Многие люди писали в телеграм. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Очень приятно. Даже не думал, что я настолько вам ценен для вас. Вы, друзья, тоже для меня очень ценны. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Мне очень приятно. Потрясающий собор. Мы уже с вами внутри него были. И сейчас пройдемся немножко по Болонской набережной. Посмотрим, как там сейчас живут люди, что там вообще происходит. В общем, будет интересно. Пишите в комментариях, как вы отметили этот потрясающий праздник. Чем занимались, что делали. Ребенок упал. Будет очень интересно почитать. Меня смотрят многие зрители из Европы, Америки, Канады. Вот интересно, как у вас там сейчас отмечают этот потрясающий день. Идем в сторону Абалонской набережной. Посмотрим, какая у нас сейчас там обстановка. Вот видим, двух собачек привязали возле собора. Наверное, на территорию с собаками заходить нельзя. Надеюсь, что их скоро заберут, хозяева, потому что собачки сильно скулят. Прекрасный сегодня день. Довольно тепло. Хотя, признаюсь, с утра было прохладно. Я даже одел куртку, но сейчас уже 11 часов, и мне даже слегка жарковато. Сейчас нахожусь на Абалонской набережной. Спустимся вниз. Там располагается импровизированный тренажерный зал. Интересные тренажеры самодельные. Вот видим, люди даже немножко занимаются в Пасху. Хотя сегодня во многих тренажерных залах выходной день. Но здесь выходных нет. Спустились. Вот видим, на столиках для тенниса люди отмечают Пасху. Кто-то тренируется, кто-то празднует. В общем, все занимаются своими делами. Давайте с вами немножко поговорим о традициях и запретах на Пасху. Украинцы очень любят воскресение Христова и отмечают его с большим размахом. А украинские пасхальные традиции существуют много столетий. Подготовка к Пасхе начинается заранее, еще во время поста. К великому празднику хозяева убирают в доме, моют окна, стирают постельное белье. Владельцы домашнего скота и птицы заранее заготавливают мясо. До воскресенья стараются закончить всю работу, поскольку в сам праздник работать запрещается. То есть сегодня желательно не выполнять никакую работу. Нужно отдыхать и праздновать. Продолжение следует... На десерт выпекают Пасхи двух видов. Сдобное и творожное. Все блюда готовят заранее, но едят только в праздник. В утро Пасхи украинцы посещают богослужения. В храм приносят корзинки с продуктами, крашенками и пасхами. Освященную еду ставят на стол и приглашают всю семью. Также на Пасху у всех нас есть праздничное приветствие. От Пасхи до Троицы православные верующие здороваются со словами «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Запреты на Пасху такие же, как и на любой другой крупный церковный праздник. В воскресенье Христово нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, ругаться, обижать других людей, завидовать, желать зла, осуждать людей за спиной и раскрывать их тайны, заниматься гаданием, ритуалами, обрядами. Но это в принципе запрещено, насколько мне известно. Выбрасывать освещенные продукты в мусорное ведро, а также отказывать в помощи. Поэтому, друзья, будьте сегодня, ну и вообще в принципе желательно в любой день тем человеком, который придет на помощь, который не бросит в трудную беду. И по возможности помогайте, старайтесь другим людям. Вообще сегодня обещали дождик. Как видим, немножко, немножко облака собираются. Возможно, пойдет дождь, не знаю, ближе к вечеру. Ну, слава богу, Пасху мы уже отметили с прекрасной погодой. Поднялся наверх, и вот так потрясающий храмовый комплекс выглядит снаружи. Очень красиво. Ну, правда, собор, конечно, еще не достроен, но всему свое время, как говорится. Пройдемся немножко по Баланской набережной. И будем заканчивать наш сегодняшний пасхальный видеоролик. Пробовал Пасхи. У меня есть и покупные, и домашние. Меня угостили. Домашние, конечно, получше. Повкуснее покупных. Ну, покупные тоже не отстают. Тут люди что-то продают. Давайте посмотрим. Оказывается, люди не продают, а просто так сидят, отмечают. Думал, какая-то импровизированная уличная торговля. Так, неловко немножко вышло. Просто у меня зрение минус два. Сейчас без очков, и подошел, посмотрел. Бывает. Вот уже на лодочках таких катаются. Если не ошибаюсь, они называются каяки. Хотя сейчас еще, я думаю, Днепр холодный для этого. Если, не дай бог, такая лодочка перевернется, то будет сложно, наверное, доплыть до берега. Собачки купаются в Днепре. Ну, люди пока не плавают. Ну, думаю, через месяц погода уже будет по-настоящему летняя. И здесь будет очень много отдыхающих. Такое популярное место для жителей Абалонского района. Часто в летнее время все вот эти пляжи полностью заполнены. Официально у нас, конечно, пляжный сезон открываться не будет. Но неофициально, я думаю, люди будут все равно приходить купаться. И на такой красивой ноте будем заканчивать наш сегодняшний видеоролик. Надеюсь, что выпуск вам понравился. Пишите в комментариях, как вы провели Пасху в этом году. Надеюсь, что приятно, хорошо, позитивно. В кругу близких людей, любимых. Пасочка была вкусная. Колбаска тоже. Всем спасибо, дорогие друзья. Всем мира и добра. До новых встреч.